Создание частных военных компаний в России запрещено. Тем не менее, ЧВК не только существуют, но и публично рассказывают о своей работе и набирают новых наемников. Самый известный из них — ЧВК Вагнера, который открыто принимает участие в войне в Украине. Но если раньше вербовка в ряды ЧВК велась по личным рекомендациям и сарафанному радио, то теперь Евгений Пригожин лично вербует заключенных в тюрьмах, а объявления на Боре расклеивают на уличных остановках. В них кандидатам предлагается ответить на так называемые тюремные загадки. Журналисты-инсайдеры позвонили по одному из номеров. Оказалось, что взять на службу готово практически любого, а криминальное прошлое и алкогольная зависимость не играют никакой роли. — В армии служили? — Нет, я в армии не служил, но я знаю, что у вас есть какая-то возможность людей даже с условными сроками взять, да? У меня просто был привод по малолетке. — У вас сейчас не погашенная судимость есть? — Ну нет, она погашенная, там за небольшую кражу. — Какие? — Ну, там хулиганство и кражи. — А, ну это не серьезно. Больше ничего нет? — Нет, больше ничего нет. — Все погашено, условий никакой сейчас нет, правильно? — Нет, 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 все сейчас нет. — Ну все, отлично. Смотрите, из документов вам будет. — Вам понадобится паспорт. Если есть наличие военного билета, берете, если нет, то нет. Паспорт, медицинский полис и справки от нарколога и психиатра, что вы не состоите у них на учете. Дальше нужно будет удалить все социальные сети и мессенджеры во избежание утечки информации. — Да, это прямо сейчас нужно удалять или когда? — Перед приездом сюда. А сюда это куда? — Краснодарский край, хутор Молькино. Приезжать только с кнопочным телефоном. По приезду вам выдадут всю необходимую экипировку. Трудовой договор от 6 месяцев. Заработная плата 240 тысяч в месяц плюс премии. Обучение 2-3 недели. — А что там за обучение будет? — У вас, смотрите, так как опыта нету, вы же в армии не служили и в никаких спецоперациях не участвовали, правильно? — Ну да, я только так вот с отцом там на пустыре ходу, стреляю иногда из ружья. — Ну смотрите, вы, скорее всего, будете в штурмовом отделении стрелком, так как нет никакого опыта. Но раз вы говорите, что вроде как есть опыт с охотничьим ружьем, можете с командиром пообщаться. Возможно, дадут возможность там в снайперы или, как правило, 2 недели, которые оплачиваются отдельно, 60 тысяч рублей, но их вы получите в первую зарплату. — Так, ясно. А потом, после подготовки, куда нас отправят? — После подготовки уже отправка. Это вам тоже до подписания контракта, это вам объяснят, куда и как, ну, когда вас направят. — Не, ну меня матушка так не отпустит, если я не узнаю, что там, какие-то похороны или какая-то помощь, если я вдруг погибну. — Все есть, это все есть, но конкретные суммы я вам сейчас не скажу. — Так, ну хорошо, еще я видел ребят, которые вот отслужили в Вагнере, что их там награждают, медалька, не знаю, или от президента, может, какая-то награда, это все предусмотрено у вас. — Сразу скажу, есть у нас тоже свои награды, но на министерские мы не рассчитываем, потому что мы не относимся к Министерству обороны. — А вот этот плакат странный, который мне друзья прислали, это нужно было, правда, на эти вопросы, которые там на плакате? — Какие вопросы? — Блатные вопросы, которые в тюрьме обычно задают. Преступление необходимо ответить на три вопроса. — Лёгкой в глаз или в жопу раз? В жопу дашь или мать продашь? И что съешь мыло со стола или хлеб? — Какие-то глупости непонятные, такого никогда здесь не было. — Да, я просто испугался, что среди зэков одних каких-то отмороженных. — Нет, здесь вы с заключенными не встретитесь. Ну, вы, возможно, их видеть будете, но вы с ними будете в разных подразделениях, вы с ними пересекаться по службе не будете. — Да, если я там других ребят потяну с нашей деревни там, а? — Главное, чтобы у них не было судимости, типа как терроризм, похищение людей, кримизм, изнасилование. Главное, чтобы таких статей у них не было. — Там что-то мелкое. А если там по алкоголю ребят немножко отлетают, это не страшно? — Смотрите, бывает такое, что даже приходит со справкой из наркологического диспансера, что там по алкоголю что-то было стоял. Такие даже моменты прощаются, но там на ДДК-сервилы жили, ребят проверяют тоже. Но здесь это запрет. Здесь с алкоголем очень строго. Главное, чтобы здесь не было никаких косяков в этом плане. — Да, если было бурное прошлое алкоголи, что-то там покрепче алкоголи, сейчас ребята готовы справиться, можно их, да, тоже? — Да, конечно. — Спасибо.